Этих ребят можно смело назвать лучшими. 150 юных талантов достойно защищали честь города и одержали победу в серьезных спортивных соревнованиях, науке и искусстве. София Бредникова уже дважды становилась победителем. В этом году выбранная ею тема по Второй мировой войне была удостоена премии президента второй степени. Я сравнивала то, как разные страны, страны-участницы Второй мировой войны смотрят на одно и то же историческое событие. То есть я брала учебники этих стран, переводила на русский язык и затем по определенным линиям сравнения смотрела, совпадает мнение или нет. И у меня получилась такая своеобразная линия исследований, потому что в прошлом году я делала то же самое про Первую мировую войну. София мечтает стать социологом и планирует в этом году поступить в МГУ. И таких талантливых ребят в городе немало. С начала года в различных интеллектуальных конкурсах, конференциях и фестивалях приняли участие около 40 тысяч школьников. Будущее в Сочи очень замечательно, потому что есть такие замечательные дети в городе Сочи. Действительно мы гордимся тем, что мы в городе Сочи создаем для этих одаренных детей условия для того, чтобы они продвигались, самоутверждались, развивались. И гордимся той материально-технической базой спорта, которая есть. За прошедший учебный год спортшколы подготовили около тысячи атлетов массовых разрядов и шесть мастеров спорта. Сегодня на сцене зимнего глава Сочи вручил юным дарованием дипломы юного гражданина города Сочи и ценные подарки. Победителей в номинации «В ритме века» поздравил председатель городского собрания Сочи. Это платформный труд ваш, когда вы не считаете свободной времени, вы работаете над собой, вам оказывают большую помощь ваши родители и, конечно же, ваши наставники, учителя, тренеры и все, кто с вами рядом. Благодаря тем, кто может раскрыть талант в каждом ребенке, в стране становится все больше звездочек в науке, спорте и искусстве, которые и продемонстрировали сегодня свои таланты в праздничной концертной программе. Пусть к тебе придет удача, если честно, ты прожил. Пусть суда тебе назначит то, чего ты заслужил.